Привет всем! Вы на канале Валари Лайф и сегодня я хотела бы поговорить о своих фаворитах за 2016 год. Речь пойдет как об уходовой косметике, так и о декоративной. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. И сейчас я пробегусь по косметике декоративной. Ее на рак не так много. Если бы я рассказывала о всех своих фаворитах декоративной косметики, видео, наверное, вышло бы где-то на полтора часа. Девочки, палетка теней кирклом. Также эта палетка была приобретена в коске. Она уже такая потертая, замученная. У нее здесь 8 теней. Темно-серый, светло-серый. И такие нюдовые тени. Они прекрасно пигментируются. Прекрасно держатся на верхнем и нижнем веке. Смотря куда вы наносите тени. Отличное качество. Очень мелкие. То есть очень мелкий помол. Девчонки, тени просто классные. Я не помню, сколько они стоят, потому что я их покупала, наверное, где-то в начале года. Может быть, в конце 2015-го. Не буду вам врать. Но мне очень нравится, как они работают. Дальше у меня есть вот такая матовая помада. Липстик. Она от производства Италия. Красная. Red My Lips. Честно говоря, об этой косметической компании я не слышала никогда. Она такая бордово-темно-красная. Это моя первая матовая помада. Очень классная штука. Очень прекрасно держится на губах. Как любая матовая помада, конечно, она не должна размазываться. И она не размазывается. Она долго держится. С ней можно кушать, и она у вас не размажется. Она не стягивает, не сушит губы. Поэтому, если вы когда-то натолкнетесь на такую косметику, то я вам рекомендую. Дальше. Девочки, как это не смешно, но это опять Киркланд. У меня есть тушь от Киркланд. Я не помню, сколько она стоит, если честно. Потому что у меня эта тушь уже давно. Лично мне подходит именно вот такая пушистая кисточка. Потому что другие силиконовые кисточки мне не подходят. Они разделяют мои ресницы, и тогда ресницы выглядят как будто бы мокрые. Короче. Девчонки, как всегда в упаковке, это же Ковска, продаются две туши. Конечно, это неудобно, потому что... Ну зачем сразу две туши? Вот у меня эта тушь, я уже не знаю, сколько ей. Она у меня не сохнет и прекрасно себя ведет. Никакого раздражения, никакой аллергии. Ну просто, ну, мастхев какой-то. Вторую тушь я подарила своей подруге. Она тоже довольна. Ну, девчонки, обратите внимание, наверное, на косметику Киркланд. Очень прикольная вещь. Еще у меня есть вот такой блеск для губ от Ивраше, за что я его люблю. Я его люблю... Ну, летом мы, наверное, все используем блески для губ. И иногда, когда они накрашены, или когда на пляже, не хочется блеска, который будет... Не хочется использовать блеск с пигментом. Вот он такой, видите, шиммерный, но при этом, когда он наносится на губы, он такой... Такая удобная у него кисточка, видите, скошенная. Когда он наносится на губы, вот, не видно. Во-первых, он очень долго держится, не размазывается, не расплывается, не съедается. Во-вторых, он дает такой живой цвет, он дает такой эффект живых увлажненных губ. Мне очень нравится. Такая большая бутылочка, сколько здесь... Не написано, сколько здесь... А, 10 миллилитров. В цвете R не видно. В цвете R402 Ивраше. Очень классная штука. Ну и, наконец-то, последний, последний мой must-have. Это, конечно, как всегда, хайлайтер. Модная фишка, очень удобная штука. Но с хайлайтерами нужно быть очень осторожным, потому что некоторые хайлайтеры дают вот такой перламутровый блеск к лицу, и это печально. Хайлайтер должен дать сияние вашей коже. Такое впечатление, как будто у вас здоровая, молодая, сияющая кожа. Вот это должен делать хайлайтер. Наношу. Вот это он вот такой вот. Но когда его наносишь, нужно вот так вот распределить, чтобы он распределился по вашей коже, и он дает, не знаю, видно, не видно, здоровое сияние вашей кожи. Наверное, не видно. Так что, если вы еще не обладаете каким-либо хайлайтером, то посмотрите этот хайлайтер торговой марки Flower. Честно говоря, я вот купила его на Абум, даже не подозревала, что он такой классный. И не буду его сильно вытягивать. Это он в виде карандаша. Мне кажется, мне хватит его на всю оставшуюся жизнь, потому что он так экономно расходуется, что очень приятный. У него, кстати, нет, это, наверное, все-таки не его запах, а запах какого-то, без какого-либо запаха. Я рекомендую. Очень неплохой продукт. Ну вот и все, девчонки. Это все, что я вам хотела рассказать и показать. Это мои фавориты за 2016 год. И я вам хочу честно сказать, что 100% это не все. Так как я начала вести свой канал только с конца осени. Многие баночки, бутылочки были уже давно выброшены и забыты. И слава богу, потому что если бы я показывала все фавориты, то, наверное, видео бы выложилось где-то в час-полтора. Так что, если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. И до новых видео. Пока! Пока!